Это программа День с Толком. В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае вводят особый противопожарный режим. Какие запреты будут действовать в регионе? Здесь начинается цивилизация. Возле Денисовой пещеры отремонтируют дорогу и парковку. Даже чиновники взялись за лопаты. В Барнауле на общегородской субботник вышли 35 тысяч человек. Завтра в Алтайском крае вводят особый противопожарный режим. Это значит, что теперь нельзя разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, листву и прочие отходы. А также посещать леса и разводить там костры. За нарушение требований последуют штрафы. Для граждан до 20 тысяч рублей, для юридических лиц до 800 тысяч. К другой теме. Сразу двух перевозчиков востребованного маршрута номер 27 лишили права на его обслуживание. Несмотря на то, что претензии к этому маршруту у властей были лишь к одной перевозящей компании, отстранили обе. Свидетельство об обслуживании было коллективным. Такое решение принял Краевой арбитражный суд, удовлетворив иск городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту. Напомним, ранее удовлетворили иски против перевозчиков маршрутов номер 6 и 51. В Барнауле начали устранять яму на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. Просевший колодец уже несколько дней волновал водителей. Ширина ямы на этом участке порядка 140 сантиметров. Дорожники не скрывают, что асфальт действительно плохо перезимовал из-за перепада температур. Начать ремонт раньше не позволяла минусовая температура. Потом в мэрии сообщили, что устранят яму до 1 мая. Однако к работам было решено приступить раньше. Отметим, что также параллельно сейчас устраняют ямы из-за просевших люков и на других улицах города. Что планировали? Семь люков восстановить. Основные, самые критические на сегодняшний момент сейчас доделывают. Сейчас после праздников продолжим, которые менее критичные, восстанавливать. Ну и параллельно ведем на других улицах работы, чтобы сильно не мешать людям движению. Дорогу к Денисовой пещере и парковку возле этого археологического памятника отремонтируют в этом году. Об этом сообщил сегодня министр транспорта региона. Всего за дорожно-строительный сезон планируют привести в порядок примерно 800 километров дорог региона. Сейчас для производства материала в работу запускают асфальтобетонные заводы. На одном из таких побывала и наша съемочная группа. Дорожные службы уже приступили к восстановлению покрытия, которое нынче утекло вместе с растаявшим снегом. Кроме самого ремонта полотна уже убрано порядка 200 тонн мусора. Рабочие отмывают барьерные ограждения и дорожные знаки. Со слов министра транспорта регион ожидают масштабные ремонтные работы. Участки рассредоточены по всей территории Алтайского края. Есть и опорная сеть, есть и уникальные туристические направления. В этом году, для примера, мы делаем подъезд в Денисовой пещере со стоянкой. Такое знаковое довольно место для Алтайского края, необычный дорожный объект. Мы идем в сторону традиционно Славгорода, Яровое. По всей территории вы увидите дорожников, работу дорожников, в том числе в наших муниципалитетах. С началом дорожно-строительного сезона запускают асфальтобетонные заводы. Один из крупных в центре Барнаула с каждым днем наращивает мощности производства. Производительность данного асфальтобетонного завода составляет 120 тонн в час. То есть порядка 700-900 тонн готовой смеси мы выпускаем за текущий день. До этого асфальтобетонного завода в городе Барнауле не было. Мы его купили за счет собственных средств в прошлом году. И на этой площадке он работает. Кстати, все заводы расположены так, чтобы обеспечить удобную логистику. Это экономит время и позволяет не нарушать дедлайны. Всего у нас рассредоточено по территории края 44 асфальтобетонных завода. 21 уже в работе. И в ближайшее время запускаются все оставшиеся. Уже выполнено порядка 2000 километров ямочного ремонта. Порядка больше тысячи километров ремонта щебенчика. Через несколько дней дорожники начнут наносить разметку. Всего за сезон планируют привести в нормативное состояние порядка 800 километров дорог региона. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. На увеличение спецвыплат всем, без исключения медикам, сел и малых городов, настаивают законодатели Госдумы. В частности, депутат Александр Терентьев выступил одним из авторов обращения к главе правительства России. В документе он обращает внимание на несправедливое распределение повышенных спецвыплат. Как выяснилось, они сегодня привязаны к статусу медучреждения. Грубо говоря, ситуация такая. Для районной больницы повышены эти спецвыплаты, а для межрайонной – не повышены. То есть есть некая небольшая формальная разница между районной и межрайонной. Но по факту это те же врачи, которые также оказывают помощь на сельских территориях, либо в малых городах. Также под спецвыплаты, которые постановлением правительства повысили на десятки тысяч рублей, не попали медики малых городов, которые трудятся в учреждениях со статусом Центральная городская больница. Чтобы устранить дисбаланс в распределении государственной поддержки, было направлено письмо в правительство России с призывом устранить несправедливость в ближайшее время. Добавим, ранее в органы власти поступило еще одно обращение. Оно касается необходимости предусмотреть повышенные спецвыплаты для афтезиатров. Специалистов, которые работают с туберкулезными больными. К другой теме. Территориально-общественное самоуправление теперь будет регулироваться одним документом. Новое положение о ТОСах сегодня обсуждали на очередном заседании Барнаульской городской думы. И это, по словам ее председателя, ответ на запрос жителей. Всего в повестке было 19 вопросов. Среди них бюджет города, подготовка педагогических кадров и не только. Подробнее в сюжете. Посадить во дворе пару сосен или разбить клумбу с розовым кустом. Вопрос вкуса, но на общественных пространствах за право выбора даже в таких вещах у людей возникают серьезные споры. В Барнауле действует 65 ТОСов. Это объединение инициативных жителей, которые сообща работают над благоустройством территорий своих домов и жилых районов. Сегодня на заседании городской думы решили поддержать идею привести все регламентирующие деятельность ТОСов документы в соответствие с федеральным законодательством и собрать их в одно положение. Прорабатывалось это положение вместе с руководителями ТОС, членами ТОС. И по сути определены основные моменты. Каким образом организуется, как меняются границы, это кстати очень важно. Как выбираются делегаты, как идет представительство, как изменяется положение ТОС. И вот мы теперь надеемся, что с принятием этого положения деятельность будет урегулирована. В новом положении прописали четкий порядок организации ТОС, нормы для изменения границ территории. Установили срок в 14 дней для избрания делегатов на очередительную конференцию. Кстати, состав делегатов могут пополнить 16-летние. Возрастную границу сделали шире. А реестром уставов ТОС в электронной форме теперь будет заниматься администрация города. Ранее это было в ведении районов. Этот проект большинством голосов был принят быстро, как и большая часть вопросов повестки. Ключевой темой стал бюджет. Проект депутаты отклонили единогласно, чтобы продолжить поиск источников небюджетных доходов. Например, через государственные программы финансирования, которые помогут закрыть потребности населения. О том, что в городе есть неисполненные судебные решения, мы уже говорим не первый год. К большому сожалению, если говорить о сумме, мы сегодня опять получили на перераспределение более 7 миллиардов, 7 миллиардов 200. Конечно, она очень большая. А вот если разбивать по структуре этих судебных решений, то мы видим, что все денежные иски мы исполняем 100%. Для дефицитного бюджета города с доходами без малого 28 миллионов потребность в 7 миллиардах – непосильная ноша. Проект перераспределения предлагал сократить расходы на сферы культуры, образования, спорта и социальную, а увеличить на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство. Вот это решение о перераспределении. Если мы его поддержим, завтра город у нас встанет. Мы перестанем платить зарплаты, мы перестанем убирать с вами улицы. Этого допустить нельзя. Надо продолжать дальше работать по решению этого вопроса и привлечению финансирования из различных источников. Приятная часть заседания – переименование школы олимпийской подготовки «Спарта» и присвоение ей имени Владимира Дмитриевича Шкалова. Этот человек был пятикратным призером мира по самбо. Он был обладателем Кубка мира по дзюдо, то есть выдающийся спортсмен. И коллектив в плане увековечивания его имени прислал ходатайца на нашу комиссию. То есть комиссия в полном составе рассмотрела и единогласно проголосовала за то, чтобы поддержать это ходатайство. Депутаты поддержали также увеличение размера выплат по окончании семестра тем студентам, которые заключили договоры о целевом обучении по программам среднего, профессионального и высшего образования с городским комитетом по образованию. Так что теперь студенты, получающие педагогические профессии, могут претендовать на выплату в размере 14,5 тысяч рублей вместо 6 тысяч. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком. 35 тысяч жителей Барнаула сегодня вышли на общегородской субботник. Это логичный финал месячника санитарной очистки города. С каким настроем люди берутся за лопаты, собирают накопленный за зиму мусор, расскажем в сюжете. Город окончательно проснулся после зимы. Весь апрель в Барнауле проходили чистые четверги. Вывезено 400 машин с мусором. К весенней санитарной очистке присоединились более 40 тысяч человек. Более 200 единиц техники сегодня выделено для того, чтобы обеспечить своевременную вывозку нашего накопившегося мусора. Ну а всем барнаульцам огромное-огромное спасибо за то, что они приняли участие. Очень активное участие. Видно по городу. Чиновники, работники торговли, промышленных предприятий, студенты и просто неравнодушные жители города. Сегодня на общегородской субботник вышли 35 тысяч жителей города. Настроение нормальное, приподнятое. Как был я в старые времена, это был субботник. Большой-большой праздник. Но, тем не менее, он свою актуальность не теряет. Поэтому всегда в этот день у всех приподнятое настроение. Я вообще с детства люблю это мероприятие, общегородские субботники. Потому что именно после этого любой населенный пункт, в том числе город Барнаул, он становится чище, он становится красивее. Несмотря на то, что общегородской субботник уже прошел, в Барнауле продолжат наводить порядок и в ближайшее время проведут еще один субботник. Ирина Корчагина. День с толком. Уроки семьеведения появятся в школах уже в этом году. Детям будут рассказывать о семейном бюджете, гиперопеке, как найти свою половинку и как не остаться у разбитого корыта. Насколько это необходимо ученикам и поможет ли выполнить задачи по увеличению количества многодетных семей, мнение барнаульцев узнавала наша съемочная группа. Думаю, наверное, важно. А почему? Потому что семейные ценности сейчас актуальны, тренд на то, чтобы их нужно сохранять. Не знаю. Может быть, это кому-то поможет. А в целом я считаю, что в школе такое не работает. Это уже на осознанных личностях такое сработает. Я думаю, что у детей должны родители заниматься. В целом, думаю, это, конечно, важно. Семья – это то, что нас окружает лет до 18, а некоторых и больше. Я думаю, не нужно. Это никак не поможет. А мне кажется, наоборот, нужно, чтобы они больше обобщались и слушали про ценности и культуру, которые есть в семье. Я думаю, что надо, чтобы сохранились более-менее традиционные ценности. А я считаю, что это должно все в семье общаться об этом и рассказываться семьей, а не в школе. В школе это неинтересно. Ты сидишь, думаешь, блин, ну и зачем мне это все? Это как будто бы только отвергнет, что ли, подрастающее поколение от этого всего. Себя представьте, если бы вы учились в школе и вам бы давали такие уроки. Как вы думаете, вам бы они помогли сейчас во взрослой жизни? Наверное, нет, не помогли. Каждый учится на своих ошибках. Мотоциклы, запчасти, медикаменты и личные подарки для бойцов СВО. Очередной транш с гуманитарной помощью отправили сегодня из Барнаула. Тонны гуманитарной помощи из Барнаула отправятся в зону специальной военной операции к разведчикам, артиллеристам, десантникам, снайперам и не только. Посылки для бойцов собирали общественники, волонтеры и просто неравнодушные жители Алтайского края. Грузится автомобиль УАЗ, три мотоцикла Урал, очень много резинных запчастей, оборудования, а также личных посылок для бойцов, мобилизованных и контрактников Алтайского края. Ну и, конечно же, так как у нас это сборные подразделения, посылки получат практически, наверное, все сибиряки, которые в совместных у нас, смежных подразделениях и служат. И в продолжение темы осужденные Алтайской колонии тоже вносят свой вклад. Маскировочные сети осужденные плетут уже в течение трех месяцев. В акции участвуют 10 добровольцев. Осужденные самостоятельно изъявили желание, с энтузиазмом всю эту работу проводят. Я думаю, при наличии возможности будем эту работу продолжать. В конце апреля семь маскировочных сетей из третьей справительной колонии передадут в ТОС западного микрорайона Барнаула, который направит посылку в зону СВО. В городах края на 1 и 9 мая отменили салюты. Об этом сообщили в правительстве региона. Акция «Бессмертный полк» пройдет в альтернативных форматах. Чествовать ветеранов, конечно, будут, но в рамках других акций, таких как «Стена памяти», «Бессмертный полк в школе», «Бессмертный полк в детском саду» и других. А в Барнауле сегодня уже в шестой раз писали «Диктант Победы». Это своего рода массовое тестирование населения на знание истории Великой Отечественной войны. Всего в Алтайском крае было организовано 250 площадок. Подробнее смотрите в сюжете. Заполняем бланки, попадаем в клеточки. Желающие проверить собственные знания в истории 1941-1945 годов еще подтягиваются. Участвуют люди самых разных возрастов. Это часть для меня, так как все, кто был на войне, кто пролил много крови и все такое, это должен знать абсолютно каждый. И непосредственно диктант, ну, скажем так, для возрастного уже поколения, такого, как я, да, он может обновить знания. Второе, что необходимо знать с учетом патриотизма, это, конечно же, любовь к родине. Торжественное открытие «Диктанта Победы» состоялось в отделении Госфонда «Защитники Отечества». Участники заполнили именные бланки с уникальным шифровальным номером, по которому смогут узнать свой результат через интернет. Сейчас я знакомлюсь с заданиями диктанта Победы. Выглядит это примерно как ЕГЭ по истории. Задания похожие по формату. Вопросы на знания городов или имен военачальников. Нужно подписать имя человека по портрету. Но есть ли такие сложные задания, как, например, прочитать отрывок текста и вспомнить имя человека, который здесь упоминается, или написать целый развернутый ответ, почти рассказ на историческую тематику, и не каждый с этим справится. Несмотря на сложность испытания, эстафета патриотизма набирает популярность. Организаторы считают, что стоит пропагандировать участие в таких акциях не только очно, но и онлайн. Мы понимаем, что молодежь часто принимает участие в онлайн-режиме, онлайн-площадка действует для прохождения теста. Поэтому уверен, что много жителей Алтайского края примут участие. На этой площадке мы еще собираемся. Я думаю, сколько здесь запланировано. Порядка 60 человек примет участие на данной площадке. Повторюсь, таких 250 площадок. Это и большие потоки в аудитории в вузах, соответственно. Ну и, соответственно, вот такие небольшие площадки, куда пригласили в том числе участников СУО. Спустя шесть лет патриотическая акция откликается не только любопытствующим историкам-экстремалам, но и тем, кого военная история страны действительно задевает за живое. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. В Барнауле проходят чемпионаты и первенства Сибири по тяжелой атлетике. Кто достоин выступить на чемпионате России, выясняют 200 человек из 8 регионов. Почему для Алтайского края принципиальный соперник спортсмена из Кемеровской области, расскажет Дмитрий Дроздов. Если вы думаете, что тяжелая атлетика только для парней, то вы ошибаетесь. Сквозь слезы девушки прорываются к заветным золотым медалям. Сильнейшие юноши и девушки 8 регионов Сибири съехались в Барнаул, чтобы подтягать железо. Кому-то важно завоевать медали, а кому-то проверить свои силы. Медаль медалью, все-таки результат главный. От результата зависит это, первое, оценить, скажем так, тренировочный процесс, который был для этого. И второе, у нас в июне месяце, в начале июня будет проходить Сыктывкарь и первенство России до 23 лет, где будет выступать Рябова Дарья и Дятлова Ирина. Оценить подготовленность к основному старту. В 2022 году Алтайский край впервые за 50 лет провел чемпионат Сибири. Спустя два года Федерация тяжелой атлетики России вновь предоставила нашему региону почетное право принять такой крупный турнир. На этот раз из новинок – подиум, приобретенный местным Минспортом. Он позволит в будущем проводить и всероссийские старты. Но такие плюшки все равно не дают нам возможности приблизиться к Кемеровской области. Именно там живут и тренируются сильнейшие тяжелоатлеты России. Там очень серьезная школа тяжелоатлетики. Там практически в каждом поселке по два зала. Очень много сельцев и тренеров. В будущем спортивная школа Олимпийского резерва Кемеровской. Поэтому у них достаточно серьезные спортсмены. По словам тренерского штаба Алтайской команды, нашему региону нужно время. И тогда мы приблизимся к достижениям соседней. Кстати, уже на этих стартах наша спортсменка Светлана Ильенко вырвала победу и забрала золотую медаль турнира. Тяжелая атлетика интригует и зрелищем, и тактикой. Можете сами убедиться в этом. Турнир пройдет до 29 апреля в стенах училища Олимпийского резерва. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас, как всегда, на 22 кнопки в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Ну а далее узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Продолжение следует...